Всем привет! Меня зовут Владимир Крашенин, я тренер по методике исцеляющий импульс. Для меня супер крутая методика оздоровления, продления активного долголетия, которая помогает конкретно мне прийти вот в Гималайи на высоту 3600 метров. Рекомендую всем заниматься. И одна из атлетичных особенностей является то, что мы можем делать упражнения в любом месте, и особенно вот в этих красивейших местах силы. Друзья, я вам сейчас продемонстрирую выполнение первого упражнения, которое называется встряхивание. Для чего мы его делаем? Мы делаем его в качестве разминки, происходит встряска всего организма, расслабление всех групп мышц, происходит отлично оздоравливающий эффект при таких заболеваниях, как тромбофлебит. Это упражнение полезно делать всем людям для профилактики варикозного расширения вен, тромбофлебита, особенно тем, кто уже страдает такими недугами. Правильная техника выполнения. Нам нужна жесткая поверхность, в данном случае я буду делать это на камне. Стопы мы ставим параллельно, расстояние 10-15 см, и делаем невысокий подъем на носочки, и пяточками ударяем об землю. По дыханию у нас вдох-выдох идет через рот, вверх мы делаем вдох, вниз делаем выдох. Полностью расслабляемся, можно закрыть глазки. В моем случае я могу насладиться красотой природы. Если дома делать, то лучше делать на какой-то жесткой поверхности, не на ковре. Итак, друзья, как вы заметили, мы делаем один удар в секунду, и нужно постараться сделать акцент весь на расслаблении мимических мышц лица. Это очень полезно. Сейчас переступаем к следующему упражнению. Друзья, сегодня у нас день плеч в дельте. Расскажу вам правильную технику выполнения. Начинаем мы выполнять упражнение со слабой руки. У меня это левая или же травмированная. Для того, чтобы загрузить правильно средний пучок дельтовидной мышцы, мы прижимаем локоточек к косой мышце, приподнимаем до уровня предплечья параллельно земле, и также держим перпендикулярно руку фронтальной плоскости, не заваливаем ее внутрь, наружу. Кисточку мы стараемся расслабить. Вторая ручка, в данном случае правая, оказывает сопротивление. То есть я кладу ее на запястье. Дыхание у нас вверх, вдох, вниз, выдох. Теперь расскажу про начальную, конечную, начальную фазу. Внизу у нас локоточек прижат, и мы уже начинаем с мощным статикодинамическим напряжением поднимать руку вверх. По дыханию у нас вверх, вдох, вниз, выдох. Конечная фаза у каждого своя. Мы делаем ее, как только начинает подниматься уже плечо, вдох, выдох. Остановки. Мы во время остановок дыхания синхронизируем с движением. Выглядит это вот так вот. К примеру, три остановки. Раз, два, три. Четвертое плавно дотянули. Выдох. Пять остановок. И семь. Также важно сказать, что в крайних точках мы держим напряжение, то есть мы не расслабляемся. И внизу, и вверху. И полуторы теперь. Вверх вдох. Половинка. Здесь мы все выдохнули, не дышим. Держим с максимальным напряжением две секунды. Вверх вдох. Вниз-выдох. Обратите внимание, что на половинке у нас плечо строго параллельно земле. Вверх вдох. 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 Субтитры создавал DimaTorzok